Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажут вам о событиях понедельника, 12 марта. Смотрите в ближайшие минуты. Ни инструкции не понимаю. Ни инструкции. Сколько раз повторяем. Даунов в армию. Калининградские военкоматы призывают на службу людей с ограниченными возможностями. Очень хорошие моменты мне понравились были в команде. Не было, как вчера, то, что команда ходила, опустив нос. Очередное поражение или конец спортивной карьере. Болельщики «Динамо-Вентарь» поставили перед руководством клуба вопрос ребром. Мужья дрожали. Кому досталось звание бриллиантовой невесты? Репортаж с финала конкурса. Теперь подробнее. Скандальный призыв. Калининградские военкоматы рассылают повестки людям с синдромом Дауна. Законно ли это призывать на службу людей с ограниченными возможностями? В особенностях призывной кампании 2012 года разбиралась наш корреспондент Полина Чванова. Она не знает, как спать по ночам. Ее ребенок не может жить самостоятельно. На днях Олегу пришла повестка в армию. Достаточно тяжело. Они боятся чужих людей. У них может быть любая реакция на это. Плюс с ними долго не просидишь и не проведешь долго времени где-то в каком-то заведении. Корене убеждена, ни ее сыну не место в армии. Об этом женщина сообщила военкому по телефону. После чего ей предложили сфотографировать сына и принести фото вместе со справками на комиссию. Зинаида Ивановна тоже мать призывника. Она личном опыте убедилась. Это ситуация. Еще цветочки. Мы взяли с мужем, приехали в военкомат, привезли своего сына, положили повестку, дошли до начальника этого военкомата, положили повестку и сказали, смотрите на сына, и чтобы больше этого не было. Они проходили военную медкомиссию всей семьей. Самостоятельно с сыном в незнакомом помещении женщина бы не справилась. Несколько дней они часами бродили по больничным коридорам, чтобы еще раз подтвердить, ее сын служить не может. Никакой службы не может быть. Если мы этого ребенка водим за ручку, кормим с ложечки, одеваем и обуваем, тогда какая-то может даже альтернативная служба быть. Абсолютно никакой. Андрей вернулся из армии год назад. Служил в Калининградской области. Про дедовщину в рядах армейцев разговаривает неохотно. По его мнению, она есть, но сейчас приобрела другую форму. Есть черная работа, есть белая. На белую работу идет старший призыв, а на грязную работу идет младший призыв. Просто разделение труда идет неравное. Среди его сослуживцев были молодые люди разных национальностей и веры. Но в вопросе призывников с ограниченными возможностями Андрей категоричен. Им в армии не место. Сложно представить, как такие люди будут в обществе, в коллективе, в котором будут 30-40 человек нормальных и один ненормальный. Это сложно. Скандалы с призывом в армию инвалидов начали разгораться менее года назад. Людей с ограниченными возможностями призывают и за пределами России. Но уже по личной инициативе. Сегодня 9 человек с ДЦП служат в израильской армии, чтобы доказать, что они живут полноценной жизнью. В России же по закону инвалидов на медкомиссии даже быть не должно. Юрист Оксана Буценко считает, получив повестку, родители таких призывников должны обращаться в вышестоящие органы. Их даже повестки нельзя присылать. Это травмирует даже психологически этих детей. Они и так знают, что они неполноценные. Тут еще такие вот вызовы и в большом скоплении народа их осматривают. Поэтому здесь надо обращаться либо в прокуратуру, либо жалобой военкома по северо-западному округу. Почему калининградский военкомат рассылает повестки инвалидам, непонятно. В комментариях по этому вопросу нам отказали. Мамы же призывников с ограниченными возможностями писать жалобы не собираются. По их словам, лучше бегать от военкомата, получать повестки и отказываться от прохождения комиссии. Стоит отметить, что весенний призыв в этом году начнется 1 апреля. Полина Чванова, Дмитрий Суворов, Служба новостей, город. Не утихают разговоры о пропавшем автомате Калашникова. Неделю назад одну единицу оружия не досчитали в части Балтийского флота. По непроверенным данным, офицеры, чтобы отыскать оружие, заковали солдат в наручники и начали пытать. По информации из неофициальных источников, солдатам угрожали следственным изолятором и тюрьмой. Опять же, по неподтвержденным данным, у солдат забрали мобильные телефоны и провели обыски в квартирах. После того, как о пропаже автомата стало известно за пределами части, было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение огнестрельного оружия». Известно, что вместе с автоматом пропало и четыре магазина. Военные утверждают, что патронов в них не было. Тем не менее, ситуацией заинтересовался и главнокомандующий Балтийским флотом Виктор Черков. Он обязал проверить психическое состояние военнослужащих в части и разобраться в превышении полномочий офицеров. Боенные действия напоминало встречи волейбольных болельщиков и руководство клуба «Динамо Янтарь». На минувшей игре в рамках чемпионата России калининградцы были разгромлены командой из Красноярска. Счет игры 0-3. Окончательное поражение или надежда все еще есть, выясняла наша съемочная группа. Но не может из года в год ситуация только ухудшаться, значит вы не справляетесь с ней. Поймите мужество, согласиться с этим и уйти. А сейчас, без него претензия какому-то конкретному игроку, мы не первый год проигрываем. Болельщики на эмоциях и есть от чего. По итогам прошедших игр чемпионата России в высшей лиге А наша команда по очкам занимает последнее место в турнирной таблице. Первая игра у себя дома с красноярскими Енисеем для нашей команды закончилась с разгромным счетом 0-3. В борьбе между опытом и молодостью вчера победил опыт, как и сегодня. То есть ребята в Калининграде молодые, стараются, есть желание, но пока еще в мастерстве и в опыте у них, конечно, есть большие проблемы. Во второй день «Динамо-Интарь» играла уже значительно лучше. После долгого перерыва из-за травм на площадку вышел Чеслов Свинтицкис. В свое время он выступал за молодежную сборную России. Команда сегодня лучше, мне кажется, завелась из-за этого. Из-за этого пошло даже. Очень хорошие моменты мне понравились были в команде. Не было, как вчера, то, что команда ходила, опустив нос. Первые две партии вы сами видели, то, что команда, мы начали как бы, и все хотели выиграть. Но итог игры все равно такой же – 0-3. И наш соперник с поставленной своим руководством задачей справился. Две победы с максимальным количеством очков. Тренера нашей команды исход встречи тоже не разочаровал. Из этих ребят я знаю, что мы имеем больший потенциал, чем из тех людей, которые бесславно нас покинули, оставив команду на последнем месте. И вот по этой причине игрой сегодняшней особенно я доволен. Недовольство тренера вызвало поведение одного из ключевых игроков команды Андрея Ткаченко. В социальной сети тот высказал свое мнение по поводу непростой ситуации, которая сложилась в команде. По людям, эти люди должны были играть как минимум в тройке, в четверке в этой лиге. К сожалению, мы скатились на 11 место. Причина такая, не знаю почему. Видимо, из-за отсутствия денег люди не могли себя заставить работать. Но главный на этой встрече с болельщиками не кадровый, а финансовый вопрос. Почему для Калининградской Балтики нашелся достойный спонсор, а «Динамо Интарь», как уже вовсю трубят местные сайты, идет на дно. Ответить на него руководство клуба не раз приглашало заместителя председателя правительства области. Сегодня надежда вроде как появилась. Никому не интересно финансировать клуб, который не выиграл. И весь 11-й год прошел бы в таких поисках потенциальных спонсоров, те, которые могли бы профинансировать, спасти клуб, дотянуть его до 12-го года. Но итог встречи – очередная ничья. Чтобы найти спонсора, нужен результат. А для результата, соответственно, хороший потенциал. Сейчас убрали всех из команды, кто знает, что такое выиграть. И оставили тех, которые да проиграли. Он не знает, что такое выиграть. Это нормальное соревнование. Он все равно это не почувствует и не поймет, пока им кто-то. Не важно, команда ей или кто-то не поможет. Главный тренер этот потенциал в команде видит. По возрастному составу, кстати, «Динамо Интарь» сейчас в ранге самой молодой в стране. Следующую игру она проведет на выезде. А дома полным ходом будет идти процедура банкротства клуба, что неплохо с точки зрения вложений для будущего спонсора. Мария Постникова, Дмитрий Суворов, Служба новостей город. Продолжая спортивную тему. Калининград готовится принять чемпионат мира по футболу 2018 года. Пройдет ли он в нашем городе, пока неизвестно. Но в понедельник в правительстве области состоялось первое обсуждение нового стадиона. Напомним, новый спорткомплекс должен располагаться на острове. Какой эту часть города видят архитекторы через 6 лет, узнаем в следующем материале выпуска. Еще раз хотел бы сказать, что это не концепция, это планы, наши планы по концепции, по тем материалам, которые мы получим. Совместное детище российских и американских архитекторов губернатору представил Дэймон Лавель. За основу была взята концепция развития острова, предложенная еще в 2008 году. Тогда ее назвали Калининградской Венецией. Очень хорошо, что есть природное движение реки и в центре остров. Мы сможем это обыграть. Этот проект подразумевает строительство не только стадиона. Вместе с ним на острове может появиться целый спортивный район. Американская фирма, подготовившая проект, строила стадион в Англии. Сейчас там целый комплекс. Он включает в себя развлекательные заведения, гостиницы, магазины, медицинский центр для спортсменов и не только. Правда, местных архитекторов волнуют более насущные проблемы. 45 тысяч зрителей и болельщиков одновременно за час должны покинуть этот стадион. То есть, вот как вы решаете эту проблему? Скоростной трамвай. Вот в чем видят решения архитекторы. Правда, в нынешнем плане его пока нет. Как нет и недавно открывшейся эстакады. Концепция 2008 года немного устарела. Архитекторы будут дорабатывать свой проект до 24 марта. Затем снова представят его на суд чиновников. Всего над проектом стадиона сейчас работают 4 компании. Поэтому эта презентация не последняя. Наталья Сидорчук, Дмитрий Сметанин, служба новостей, город. От Баха до Игоря Крутого в Калининградской филармонии начали готовиться к весеннему сезону. Репетируют как классические, так и современные музыкальные произведения. Ну а главным сюрпризом вечера станет солист из Киргизии Александр Дубницкий. Он знает, как пролечь молодое поколение. На репетиции юного таланта побывала и наша съемочная группа. Его баритон в стенах нашей филармонии звучит меньше года. В Калининград Александр Дубницкий приехал из Киргизии. Именно там артист учился концертно-камерному и оперному пению. Чтобы исполнить песню на таком высоком уровне, распеваться нужно не меньше 30 минут. Этому его экстернам обучили и в музыкальной школе, и в училище, и в консерватории. А к таким народным средствам для мягкости голоса, как алкоголь и сырые яйца, Александр относится неоднозначно. Я думаю, это очень индивидуально. Я этим ничем не пользуюсь. В меру беречься, конечно же, когда холодная погода, не употреблять чего-то сверххолодного и горячего, острого. Из репертуара певец предпочитает не только Баха, Чайковского и других классиков. Современные композиторы ему тоже близки. Любимое произведение – музыка из альбома «Дежавю» Игоря Крутого. На концерте в четверг в филармонии ждут полный зал зрителей. Удивлять их будут гитарой, фортепиано и органом. Миссия у этого весеннего концерта особая. Сейчас уже не модно слушать попсу. Для молодежи попса – это за вчерашний день. Сейчас снова входит в музыку классика, входит в моду хорошая музыка, качественная музыка, даже если она эстрадная. Очень популярен джаз. Джаз доверили самым юным участникам – саксофонистам Никите Киселеву и Артуру Рудкевичу. Им по 12 лет. Они уже лауреаты многих престижных конкурсов, но к этому концерту готовятся как к экзамену. Мы, конечно, волнуемся, самые блажные, но будем стараться. Обещает стараться и молодой солистка Ленинградской филармонии Александр Дубницкий. Планов уехать в другой город или за границу пока нет. Сейчас главная задача – покорить местную публику и трудиться на благо искусства. Полина Степанюк, Дмитрий Сметанин, Служба новостей город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В эфире служба новостей города и мы продолжаем. Пожаловаться на работу электричек теперь может каждый калининградец. Специально для этого в течение недели у пригородных касс Северного и Южного вокзала будут дежурить сотрудники железной дороги. Получить и заполнить анкету можно в любое время с 8 утра до 8 вечера. Калининградцы смогут оценить сервис, расписание и стоимость проезда в электричках. Как отмечают сотрудники пригородного направления, в основном жители города и области жалуются на нынешнее расписание. Поезда ходят слишком редко. Еще пассажиров волнует отсутствие уборной в электричках. Мы хотим по итогам этой информации внести какие-то изменения. Может быть в расписание, в зависимости от того, что пожелают пассажиров. В течение акции пассажиры не только оценят качество работы пригородных поездов, но и узнают, на что имеют право, где можно узнать расписание, как оплатить билет и в каком случае его можно сдать. До четверга включительно акция будет проводиться на Южном вокзале. Остаток недели на Северном. Миллионы рублей ежегодно калининградцы тратят на то, чтобы калининградские чиновники безопасно и с комфортом передвигались по области и ближнему зарубежью. В начале недели был объявлен аукцион на покупку новых автомобилей для сотрудников правительства и администрации. Бюджет Калининградской области заплатит за перевозку сотрудников региональных министерств, служб, а также депутатов областной думы. Всего 50 миллионов рублей за полгода работаем. Транспортировка чиновников на одном автомобиле стоит в среднем 400 рублей в час. Дороже всего обходится правительство области. 20 служебных машин марки «Мерседес» по одному миллиону каждая. Дешевле всего налогоплательщикам обходится перевоз депутатов – около 10 миллионов рублей. К выбору служебного авто чиновники и представители власти относятся весьма щепетильно. Машины должны быть представительского класса и не позднее 2011 года выпуска. Каждая должна быть оборудована системой ГЛОНАСС, чтобы следить за ее перемещениями в реальном времени. Все эти условия будут действительны до июня 2012 года. После, считают эксперты, стоимость перевоза сотрудников правительства и министерств снова возрастет. Почему литовские власти боятся Калининграда и кому на день рождения подарят обезьянник? Подробнее об этих и другие новости мы расскажем в постоянной рубрике «Короткой строкой». Власти Литвы обеспокоены тем, что Калининград наращивает военную силу. В понедельник посол Литвы в Москве Ринато Сноркус заявил, что Литва внимательно следит за увеличением финансирования российской армии и за масштабными учениями, проходящими в Калининградской области. Близость их проведения к литовским границам не оставляет руководство страны равнодушным. В администрации начался прием заявок на звание почетного гражданина города. Ходатайство о выдвижении кандидатур будут принимать до 6 апреля. Отмечу, что титул почетного гражданина в Калининграде присваивают каждый год. Получить его можно за весомый личный вклад в развитие города. В прошлом году в число четырех победителей попал Евгений Гришковец. Подарок к дню города – обезьянник. Сдачу объекта в Калининградском зоопарке планируют приурочить к дню рождения города. Часть средств на строительство выделят из областного бюджета. Отмечу, что город уже дал на развитие зоопарка 76 миллионов рублей. Еще 20 миллионов учреждений зарабатывает самостоятельно. Лучшие пловцы в морской пехоте. В Калининграде прошел чемпионат по плаванию среди моряков полцфлота. Всего на дорожке бассейна вышли 100 человек. Программа соревнований включала брасу, стафету и плавание под водой. Первое место заняла команда соединения морской пехоты Болтфлота. Курсы валют на 13 марта. Доллар США – 29,66 рубля, евро – 38,85 рубля, литовский лит – 11,26 рубля, польский злотый – 9,48 рубля. Стало известно, кто будет представлять наш город на всероссийском конкурсе «Бриллиантовая невеста». За это право боролись 20 претенденток. На бесконечные репетиции и примерки вместе с ними ходили и их мужья. Стали ли крепче от этого семейные УЗы? Репортаж с финального этапа конкурса. Это УЗУМ Дара – старинный армянский танец невесты. Исполнить его в день своей свадьбы Нуне Макрчан не удалось. Сегодня будет покорять им жюри и гостей большого конкурса. За званием «Бриллиантовой невесты» ее командировал будущий муж. Я записал мой супруг, когда мы еще не были женаты. Он хотел видеть свою будущую жену, участницей данного конкурса. Супруг Натальи Русиновой про конкурс невест не знал совсем. Когда его жена отправилась на подвиги, он по делам службы находился в Мурманске. Захотелось еще раз одеть свадебное платье. Мне кажется, его даже раз в 50-е одеть будет все равно торжественно. А когда вернулся, на подмогу позвал своих товарищей по кадетскому корпусу. Для большей торжественности и ради победы в финале. Немножко страшно, то, что мы выступаем, помогаем. И, конечно, очень приятно посмотреть на остальных девушек, которые участвуют в этом конкурсе. Хотя номера творческие, жюри оценивать не будут. Это, можно сказать, элемент свадебного шоу. Поддержать в нем участницу под номером 19 пришел целый духовой оркестр. Такого ремикса на один из известных хитов шведской группы Европа ни на одном бракосочетании еще не исполняли. Эта тяга к импровизации мужа одной из участниц чуть до нервного срыва не довела. Свадьба одно, а выйти на сцену в костюме жениха оказалось гораздо сложнее. Для нас это было, конечно же, очень, как вам объяснить, то есть мы очень волновались перед выступлением. Семь месяцев подготовки, фотосессии, дефиле, эфиры на радио и благотворительные акции. А еще поиски нового образа невесты. После свадьбы им всем почему-то захотелось перемен. Стать ярче или раскрыться в каком-то там необычном вообще стиле. Поэтому девчонки меняют сейчас прически. Платье менять не разрешается, но какие-то аксессуары, конечно. То есть если у нас была там нежная, страстная девочка в кутерашках, сегодня она у нас обязательно в косичке. То есть это вообще последний тренд. Сегодня мы делали все по-новому. По-новому они теперь и к семейным узам относятся. По словам организаторов конкурса, любые испытания пары только сплачивают. Теперь по жизни им легче будет в танце идти или дефилировать по сцене, как сегодня. Мария Постникова, Дмитрий Сметанин, служба новостей город. И в конце выпуска наш традиционный опрос. Корреспонденты Первого городского канала снова вышли на улицу города, чтобы спросить у калининградцев, какие у вас хорошие новости. У нас в школе были конкурсы на 8 марта. Мы не учились 3 дня. Работы было мало сегодня. Только что устроилась на работу. На пенсии сижу с внучкой пока. Я тоже очень рада, что я к бабушке приехала. А я рада, что ко мне внучка пришла. Мы в ваш город приехали. Мы приехали, мы сибиряки, и мы первый месяц здесь находимся. И поэтому для нас все интересно. Ну и марта, праздник был, подарков много было. Вот племянница в гости идет, песенки поет. Да, Лерочка, покупаем подарки. Покупаем подарки. На этом все. Если вам есть что рассказать городу или вы стали очевидцем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1sobakamail.ru Ну и я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем обновленном сайте. 1городской.ру В студии была Виолетта Гришина. Хорошего вам настроения и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова